очень реалистично очень реалистично но тут тут какой-то сказочный просто пейзаж получился состояние очень хорошее возвышенное прям вот как как будто внутри там в картине очень понравилось и атмосфера хорошая и преподаватель не знаю на высоте сочная зелень такая масло закат над озером начинаем получите бесплатно 53 часовых уроков в разных техниках ссылка внизу под видео и мы располагаем наш холстик горизонтально сегодня у нас такая красивая красивая композиция проведем тоненько линию горизонт пополам мы не делим не фотографии не в живописи иначе композиция ломается зрительно у нас тут есть островки вот эти вот которые вот чуть ближе таким уголочком я нарисовал один у вас остреньких так островочки вот лучше вот этой кисточкой средненькой делать здесь у нас будут деревья и пока мы их нанесем им сделаем форму такой общий силуэт вот так вот вниз они у нас тут пойдут и можно даже вот это все и закрасить заштриховать прям плотно коричневой краской много краски нет смысла накладывать потому что мы сейчас будем ее стирать но все равно нужно наносить нанести краску таким образом но чтобы она плотно закрыла холст и вот это покрытие грунт впитала в себя эту краску и здесь тоже самое да вот тоже у нас здесь такой же пережег значит это тоже закрашиваем там вдали тоже лесочек и мы его вот так вот рисую вот все вот эти вот намеченные формы я закрываю просто краской на нашу просто вот такой слой затем здесь у нас от бережков тоже есть тени я пропускаю такую полосочку тоненькую это край воды край берега и так вот тоже тени вниз показываю вот эти чуть-чуть вот так вот бережок тут такой склончик да будет у нас такими штришочками можно показать что он склон здесь так вот слой плотно закрыть как-то так а тот куст потом еще нарисуем давайте сразу сделаем ему основу этому кустику вот так здесь небо неравномерное я наношу такие вот полосочки вначале желтые такими вот вертикальками как на небе теперь туда вписываю как вышивку как вышивка гладью оранжевые такие пятнышки в этот желтый вот такими движениями немножко хочется такой потемнее чуть сделать и таким образом вот у меня получается такой красивый небо суда еще сделаем желтенькое небо получится у всех совершенно разные вот ну достаточно оранжевого желтенький не должен бы встретиться с синеньким поэтому я беру какие-то вот такие вот чуть сиреневатые они хорошо гармонируют и не вызывают нежелательных каких-то перемешивания с синим поэтому я их сейчас тут вот и использую здесь у меня пошел уже сиреневый какой-то даже может быть синий все обязательно вот такими вот большими горизонтальными штришочками вот эти вот вот и полезно так вот прищуриваться закрывать глазик один или оба через реснички таким образом мы расфокусируем свое зрение видим картину в целом не вдаемся в подробности сразу видно где чего нам захочется высветить утемнеть добавить прибавить затем лес да он ничего страшного нет он на дальнем плане он сиреневого цвета сиреневых у нас уже очень много всяких оттенков на палитре я беру сиреневую красочку и вот прямо вот такой силуэт леса и рисуем единственное он не должен быть слишком темным до ровным идеально ровным где-то там вершинки повыше деревца оставлю вертикально на вот с боков с боков а здесь вот где солнышко вершинки больше осветились то есть я должна какой-то взять краску какую-то поярче сюда вот до вершинки тут будут поярче может быть розовую чуть вот какую-то такую теперь посмотрите дальше да что мы делаем дальше опять посмотрите следующий кусочек и потом я включу музыку и спокойно будем писать значит у нас с вами лесок вот с правой стороны видно да что там деревца и кусты видно все да значит для этого я наношу темно-зеленую еще одну подложку такую темно-зеленым цветом посмотрите все потом будете делать очень тяжело делать одновременно и писать я сейчас расскажу и потом спокойненько будете все это дело воплощать вот еще значит зеленую такую подложку я сделала и вытерла и и такой темный темный цвет какой-то бурый зеленый получился вот и сейчас я пока отделю себе вот впереди у меня будут кусты они вот ну вот какие-то там кусты вот такие вот а там деревья вот просто чтобы определиться что я хочу вообще здесь увидеть там деревья поверх деревьев кусты да теперь мне это надо озвучить все дело я развожу светло светлую зеленую краску и начиная вот такими прикладываниями те дальние деревца вот так вот заходя за вот этот контур вот такими прикладываниями рисовать но только не одним цветом а беру чуть потемнее чуть посветлее вот видно да чуть потемнее пошел чуть посветлее помню что ближе к солнышку да у меня будет цвет ярче потому что здесь вон какой ярко солнышко она очень хорошо очень хороший свет даст можно вот немножко таким вот про просто зеленым скучно хочется каких-то еще добавлять форме по форме деревьев да вот такие вот но там полочки получается у меня зерюца вертикальные вот сюда в краешек я помню что чем темнее край тем ярче будет серединка поэтому я смело беру и сделаю вот здесь деревья потемнее немножко покоричневее потемнее вот но так что было не было таких резких переходов этот краешек у меня светлый да он ближе к солнышку значит я сюда много желтенького беленького желтенького нанесу вот ну вот такие у меня такой дальний да как бы план вот он и теперь мне нужны кусты если я вертикально натамповывала деревья да и у меня получались такие вот кроны вытянутые свечкообразные на какие-то таки вот то кусты я по кругу беру и вот такими вот движениями формирую вот этот кустик вот он кружочком получается вот и все и таким образом вот у меня бережок ты с правой стороны и готов он весь зелененький вот он у меня какой весь зазеленел вот тут много зеленых оттеночков использована видно да все отлично вот 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 молодцы ну-ка все пошло до посветли можно теперь сверху да 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 отлично все здорово ну вот видите как все получается я потихонечку буду делать вот эту часть хорошо вы тоже так потихонечку тоже кто заказ закончила уже справа потому что я смотрю у многих уже правая часть сделана да ну потихонечку давайте будем переходить к левой части я на на делаю все по аналоге все то же самое на нашу зеленую подложку суда обязательно это та теневая часть которая вот нам необходимо для того чтобы было объем чтобы был объем должен быть свет и должна быть тень вот эту самую тень я сейчас и нанесла примерно себе придумываю задумываю где у меня будут кусты вот они у меня будут такие вот маленькие здесь все остальное у меня будут деревья там еще елочки будут и все а дальше уже начинаю оживлять эти деревца и по аналогии да вот этот тоже сажаем суда зелень на на правый бережок нам не нужно четко подробно прорисовывать нам надо как бы создать образ такое но настроение что ли вот и достаточно тут у меня ни одно дерево четко не прорисовано просто создан такой образ зелени до лето зелени много более-менее не ближний план где-то там мы не видим же подробности так далеко да какие там деревья где там у них веточки где там у них листики просто в общем затем около с обеих сторон желтеньким до ярким вот этим вот нашим красивым цветом и желтеньким вот здесь вот эти краешки можно смело закрасить желтым вот так пожирнее пожирнее да сейчас чтобы размазывать мы будем размазывать смазывать как бы тень вот эту вот эти отражения поэтому можно пожирнее краску затем у нас оранжевенький да вот такой вот красивенький рядом немножко в нахлёст я кладу его в на как бы в нахлёст на желтый немножко захожу на накладываю да не рядышком полоску рисую а немножечко накладываю чуть-чуть оранжевенького поярче здесь сделаем вот эти кучки все стараемся сгладить так вот кисточкой прямо суда вот и в салфеточку что кучек никаких вот этих кучек краски чтобы не было вот так вот 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 ну и какой у вас там цвет на небе если еще какой-то другой есть то значит его тоже надо туда вписать дальше у нас голубенький да идет дальше голубенький такой вот немножко утемняю сюда в краю листочка я утемняю вот такие вот у меня пошли голубые красивые цветам здесь даже можно просто таким закрасить и сюда тоже какой-то голубенький синенький можно увести такой получается каждую новую полоску новой кисточкой то есть кисточку каждый раз моем каждый раз маслица макаем новый замесик делаем то есть каждая полоска это прямо произведение новое 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 произведение и мы накладываем не рядом проводим а накладываем один на другой цвет немножко да и перемешиваем так мягко чтобы они перемешались ну как в воде бывает преломление да там же не ровненькие полоски таки преломление да 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 также там бывает по разному под разным углом смотрим совершенно бывает по разному вот на разных картинах или даже фотографиях там по-разному бывает вода вот именно вот это вот так вот до отражается очень хорош синий но тут все-таки в общем на небе больше вот такого поэтому старайтесь вот такого суда да вот как здесь чтобы то же самое было что и здесь будем обязательно будем вот поэтому вот так вот сюда больше вот таким чтобы она была но совмещалась с этим даже у вас какой-то вот вот такого больше теперь сюда вот такой розовый обязательно должен прозвучать сиреневый обязательно должен прозвучать то есть что на небе то и здесь а Продолжение следует... Накладываем полоски одна на другую, да, и они так вот перемешиваются. То есть пусть даже где-то нечеткий цвет будет, но зато он будет перемешанный такой вот. Вот эти теньки тоже надо закрыть мне, да, какую-то сиреневую я беру, вот эти вот теньки, да, от деревьев. Какой-то синенький, сиреневый, и еще сюда накладываю. Вот эти. И вот так отпускаем мягенько, да, вот так, такими штришочками потемнее сюда. Сюда посветлее. И здесь тоже. Вот получается как-то вот так. Спасибо. 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 И кто сделал, нужно вычистить, прямо вытереть насухо кисточку, сделать ее чистенькую, сухую, чистенькую, потемнее, чем вот здесь надо, по идее, да, вот каким-то, наверное, какой-то вот такой, и вот так бросаем, чтобы отличался, вот прям вот так, раз, раз, и бросаем, накладываем и бросаем, накладываем и бросаем. А сюда посветлее пойдет чуть-чуть. Ну, какой-то, какой-то надо, чтобы отличался. Угу. Немножко ближе вот к этому все-таки. С чего он взялся? Цвет, цвет морской волны ни к чему, да, что-то коричневое сюда надо. Теперь надо смазать. Можно я помогу? Можно? Чуть-чуть. Какая ляльца? Которое смазала. Немножко. Она смазала. Иди виновата. Спасибо. Спасибо. Ну вот вы сейчас все нанесете, теперь будем размазывать в ту сторону, как я сейчас показываю. И здесь тоже мы растягиваем. И здесь вот таким образом смываем все эти отражения. Тут такой вопросик у нас поступил. Что делать с линией горизонта? Что делать с линией горизонта? Значит, с линией горизонта все очень просто. Это край воды, на линии горизонта край воды. Значит, я беру светлую краску на тоненькую кисточку и провожу ее. Вот здесь вот она у нас коричневая, а я ее провожу, делаю светленькую. Получается у меня линия горизонта. Можно белый или светло-голубой, совсем светленько-голубой. Можно светло-голубой или белый. И вот краешки островков тоже можно вот такой светленькой часть этой кисточкой вот прямо подсветлить. Так, вот этот краешек, да, и вот этот краешек тоже. Он сразу будет отличаться у нас. Вот так вот прямо будет отличаться. Так, значит, мы провели линии вот эти, да? Провели, вот так вот, да? Провели. И отделили островки, да? Отделили островки. Вот так. Вот, и у нас с вами уже почти картина готова. Ага, во-во-во. Вот здесь. От светлого к темному. Не темный гоним. Смотри как. Так. Вот. Берем вот это. Вот так. Хоп, сюда. Ага. И вытираем сразу. Она уже грязная. Надо чистить капасу сейчас. Так. Сразу. И вот это сюда так. Раз. И опять она уже грязная. То есть новенькую берем. Чистенькую. Вот. Берем и сюда ее. Вот так. И снова. И вот так. Ну и вот она потихонечку в водичку у нас начинает петь. Угу. Угу. Вот. Вот. Супер получилось. Теперь вот сюда тоже. Вот здесь чуть-чуть капельку надо. Вот эту часть. О! Все. Спасибо. Пожалуйста. Так. Вы размыли? Размыли? Нет. Розовенькую добавили? Добавлю. Не видно. Да. Дайте я добавлю. Разрешите я добавлю. Еще в этой полоске. Обязательно надо вот сюда. А чего? Вот. Прям смело вот так. Раз. Добавьте и все. Пускай будет. Пускай он звучит. Ой. Он же красивый этот цвет. Пускай звучит. О! Видите какая красота получается у вас? Немножко объединяет. Немножко объединяет. Да? Немножко объединяет. Так. Солнышко хорошее. Все хорошо. Немножко. Не. Нормально. Пускай будет. И вот размазываем вот так вот, да? Берем. А чего? Вот. Берем. И тут самое главное, что медленно получается, потому что кисточку надо вытирать. Вот. И они вот поехали. Вот как они поедут. Сейчас я эту сторону, а вы тогда эту сторону. Вот. Опять вытираю. И сюда. И обратная сторона можно. Немножко. Понял. Немножко хочется вот сюда побольше их. Сухо написано. Тут можно играть с цветом. Ну вот. То есть вот беленькой на этой каждый раз вытираем. Да? Получается. Вот смотрите. Видите, какое красивое отражение. Бояться не надо? Хорошо. Размыть? Да. Давайте. По зеленым, да? Нет. Вот так вот берем. От белого тянем. От беленького. Берем белый. Берем беленький и вот сюда ее. Раз. А у вас сухо написано. Можно тут. Во. Ну а чего надо? Ага. Не тут-то было. Надо помыть. Опа. Ага. Вот. Протягивается. Сюда. Я с этой стороны, а его потом с другой стороны сделайте. Ох. Вот видите что? Не домыла. Не домыла. Кисочку не помыла. Вовремя. Вовремя не помыла. Получается вот так. Так. Ага. Вот опять тянется. Здесь. Берем запрашиваем. А там вот трава не растет у нас вдоль берега? Вдоль какого? Вот этого? Этого? Ну любого. Здесь на ближнем плане видно. Вот она травка. А там не видно. Там просто бережок. Я его делала. Я его делала светло. Ну каким-то можно и желтеньким даже. Да? Светленьким. Светленьким. Вот таким движением. Смотрите. Смотрите. Прям вот беру плоскую кисточку и вот так вот как бы плоскенько кладу на поверхность воды. Вот так вот. А можно и тоненькую кисточку взять и так вот прорисовать эту береговую линию. Ну только такими зигзагами, да? Как бы вот. Вот если я белым сделала, то после белого уже вот. Ну если белым нанесли немножко желтеньким, да. Такой песочек дать. Песчаный такой, да. Что-то такое охристое больше. Песочек такой показать. Чего? Не надо, не надо, да? Не, у вас нормально. У вас все достаточно. Все, молодцы. Красивые получаются. Очень картины. Песчание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, там травка, да, какой-то такой зелененький Краешку я его немножечко утемняю Он получается потемнее Вот так вот По-зеленее, потемнее Вот так вот Субтитры сделал DimaTorzok Вот так И давайте сразу же сделаем вот этот берег вниз Вот таким движением, да, вот как он сходит, да, сходит вот так Чуть коричневенького, чуть желтенького, чуть оранжевого, да, какой-то, ну, чтобы отличался, вот цвет земли, да, какой-то цвет такой И здесь тоже утемняю, как мы всегда, да, делаем Тут даже можно и зеленым вот так Прямо вот так вот Вот как-то так получается Так, и бережок вот этот чуть-чуть светлее, потому что на него много солнышка упадет, да? много солнышка упадет, я его вот так, вот это место, вот так посветлю. Вот так. Как с горки скатываемся, да, ставим кисточку на берег и раскатились, раскатились в том направлении, как идет вот этот спуск, да, прямо раз и скатились. Ну, как делишки у нас. Вы вначале сделаете вот эту вот всю траву, прям вот здесь светлым посильнее, прям, а потом вот такую горочку раскатились в том направлении. Какой островочек получился. Тогда вот эта спорит, да, надо ее тогда тоже как-то сюда, или вот эту ниже, просто надо было ниже провести вот здесь вот провести белым, только не оранжевым, а белым. Вот такие белые. А есть еще белые? Есть, конечно, конечно. С другой стороны пошли, тарелочки уже с другой стороны пошли. Можно поярче, смотрите, здесь как хорошо ярко, здесь чуть-чуть не хватило. Поярче, что? Тончика. Вот это, да, да, провести чуть-чуть где-то. Вот просто тени темнее. Вот, но все равно вот так лучше. Вот, сделали, молодец. Можно вот краешек чуть, здесь травка посветлее, да, здесь же больше солнышко было. Значит, травка посветлее. Ну, имитацию, да. Вот, а сюда потемнее, тогда он сразу и объемнее. Вот сюда тоже землю потемнее чуть-чуть, да, чего бы она такая светлая, да, здесь-то была. Здесь по-любому она в теньку идет, о, и тогда будет объемно. там. Здесь вот у нас кусты, да, кусты, давайте сразу их сделаем, на светленьком такие тоненькие маленькие листочки, я не прорисовываю веточки, просто такими вот штришочками кустики, которые у нас тут вот, темно-зеленые, ну да, зеленые можно, синий-коричневый, такой темно-теневой цвет, вот их видно на светленьком, очень хорошо, то есть такой вот, внести некоторую оживочку, такую некоторую подробность уже на первом плане нашей работе, вот таких вот отрывистых, просто отрывистых таких пятнышек, посмотрите, вот здесь вот, да, вот они здесь есть, вот, прорисовываю. Они как бы выходят сюда за берег, да, за берег такими вот. Субтитры создавал DimaTorzok Мне кажется, пересыщенная получится вот эта, может быть сосну тогда вот здесь рисовать, да, продолжить чуть берег, и сосну с этой стороны, то что там получается, но у меня тоже асимметричная, тогда лодку, да, здесь что, противовес, и сосну, и лодку, и сосну, и лодку, смотрите. Вот, теперь, смотрите, как, в принципе, мы рисуем сосну. Рисовать будем ее оранжевым цветом. Проводим такую, да, длинную, высокую, стройную. С одной стороны она потемнее, значит, у нас с правой стороны тенька, значит, я рядышком провожу теневую линию. Вот так вот. Вот так. Вот, веточки светлой краской я буду темной, а то светлой не увидите. А вы вот здесь вот на темном, да, надо светленько, значит, вот такие вот какие-то вот у нее такие вот моменты. Вот, причем у нее есть еще вот такие, какие-то такие сучучки. Вот, внизу она потемнее. Вот, после как нарисовали ствол, нужно натамбовать, будет немножко ей дать, да, веточек зелени. Вот, за сосну прямо кладу смело, по форме можно посмотреть вот здесь, да, за сосну, на сосну прямо смело наезжаю листиками, вот этими, в смысле, иголочками, этими массивами такими целыми. Вот, как у меня, да, кисточка? Вот такие вот, немножко, немножко, совсем немножко. Не обязательно много, да, сверху чуть посветлеть. Не обязательно много листвы, можно и вот так. Поплотнее наверху, она все-таки такая, наверху больше зелени. Вот, как-то так, посветлее, да, все, что выше, посветлее, можно немножко, вот так оживаете, да. То есть, у меня, видите, и на сосну заходит, и из-под сосны там видны какие-то зеленые моменты, то есть, вот, как бы ствол наложен на ветку, а там ветка за стволом проходит. Ну, то есть, вот, как-то так. И видно, что зеленого тут много, я не побоялась взять и оранжевенький, и коричневый, темный какой-то, совсем светлый, салатовый, да, то есть, живописно. Не одним, не одним только зеленым цветом. Вот, значит, как мы это воплощаем на нашей картине? Сейчас мы это все сделаем. Спасибо. И вот с этой стороны и еще можно ее подсветлить, да, то есть, свет, он прям почти белый. Вот с этой стороны я еще такой светленький-светленький провожу, видно, да, вот желтенький. Вот здесь вот, чтобы ствол был и еще объемнее, еще, вот если свет с этой стороны, да, тут прям яркий где-то желтый-белый местам, вот тогда она прям светится у вас будет. Ну, и здесь вот сейчас, она такая неприятность, может краска смазываться. Ну, ничего, как-то проведем. Значит, я беру вот так вот кисточку оранжевую краску и прямо провожу. По теневой стороне провожу темненьким. Так вот, потянулось к стороне темненьким. Помню, что внизу она у меня достаточно темная всегда, так вот у нее оранжевый ствол, он уже повыше. Так, сюда беленького, не забываю, беленького, яркого сюда куда-то, в световую часть добавить. Да, лучше снизу, вверх удобней. А вы холст поверните, наверное, вы поверните холст так, как вам удобно. Вверх ногами поверните его, боком, как вам удобно, да. Вот я провела свет на стволе, да, получил свет, полутень и тень, и сразу ствол становится объемным, вот его видно, да. Прямо выносим, наверное, сюда почти до конца, до конца. Где-то там не отпечатается, ничего страшного. Вот. Ну, смотрите, как вам нравится на вашей картине. Я вам как совет, да, вы уже сами. Только оранжевый у меня не было, оранжевый. Ну ладно, проводите желтый. Нет, это желтый. Вот, 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 вот этим надо. Нет, желтый. А одна из начала? Ну, сделайте, сделайте. Ну, сделайте так. Ну, потом, чтобы ветки были видны, да, какой-то светлый надо цвет. Или светло-оранжевый, или светло-желтый, или прям даже беленький может быть. Вот такие вот несколько извилистых веточек. Сюда я провела. Вот. А вот, 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 вот. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Засветилась сразу Необыкновенно прям такая красочная работа красивая Так ну и лодочку да таинственность какая-то загадка Ну что рисуем? Но я покажу как да вы смотрите сами да рисовать или не рисовать так ну во первых надо светленький контур сразу нарисовать вот так вот здесь значит так потом так как же не в тут все вот контур надо ввести да вы вот в этом месте нужно краску вытереть наверное чтобы вам легче было наносить контур просто вытереть ее стереть тряпочкой и наносить тогда на сухую поверхность очень легко будет наносить затем здесь вот такая лавка она обязательно так вот наклонно делаем не прямо а так вот она наклонненько и потом темненьким темно-коричневым саму удочку вот затем веревочку столбик все значит вначале контур нужно ввести смотрите вначале проводим контур вот этот белый вот тут вот этот потом подрисовываем темную часть теневую затем столбик отражение веревочку и все может быть здесь чуть коричневого до хочется то есть свет попадает на вот эти вот толщинки досочек из чего сделана лодка давно толщинки и на верхнюю лавочку на верхнюю часть лавочки вот все покрупнее она где-то при вашем формате сантиметрика наверно 3 так 4 даже в длину будет сантиметрика 4 все получите бесплатно 53 часовых уроков в разных техниках ссылка внизу под видео посмотрите плейлист техники рисования и плейлист рисуем цветы нажмите на круглую кнопку подписаться на канал значит чтобы вам было проще еще разочек про лодочку поговорим я буду темным а вам надо будет светлым нарисовать вот такой контур вначале просто вот такой контур светлым светлым вот он у меня темным а у вас светлым если я начну сейчас темным это светлым рисовать вы не увидите да поэтому я его провожу темненьким и лавку тоже светлым лавочку тоже светлым вот а потом темным сейчас вот другим цветом делаем уже как бы саму лодочку вот значит светлый у нас только контур столбик отражение от столбика можно отражение от лодки тоже сделать понятно все равно теневая сторона будет от солнца до внутри лодки в темно до внутри лодки темно делаем внутри лодки темно контур все равно остается на веревочки тоже может быть сверху блики ой и на на веревочки и на столбики сверху может быть блик такой на сверху 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 все сверху освещается я поставил веревочки за которые привязана лодка и на столбики все давайте смотреть наше произведение так сказал с кого начнем давайте с вашего как у вас настроение как он как вы назовете свою картину замечательную необыкновенную вдохновение очень реалистично очень реалистичная вот сиреневое замечательное небо необыкновенное если бы вот это сиреневый был побольше вот здесь бы это чувствуете да она бы сына нет но отражается да тут все здорово но вот побольше вот этих сиреневых моментов не знаю тогда вот а так очень-очень красиво это я уже так передел вот очень красиво это все замечательно с таким старанием с таким усердием вот здесь мне понравились яркие зеленые тона красивые сочная зелень такая ну ну закат бывает разный почему уже такой солнечный жаркий жаркий солнечный день и вот закат вот именно в жаркий день такой солнышко такое вот оно солнечная такая погода давайте вашу ну тут тут какой-то сказочный просто пейзаж получился ну чуть-чуть ее можно не она ничего ее чуть-чуть поделать чуть-чуть вот этот контур чуть повести поровню на сосну вот туда блик явно хочется светленький потому что многовато оранжевый вот ну а так вы молодцы просто настоящие шедевры которые вот очень-очень здорово получилось я вам желаю вдохновения не останавливайтесь на достигнутом благополучия всего доброго до свидания спасибо за приятное общение все здорово до свидания всего доброго хорошо получилось состояние отличное мне зовут ирина состояние очень хорошее возвышенное прям вот как как будто внутри там в картине очень понравилось и атмосфера хорошая и преподаватель не знаю на высоте в общем все очень хорошо спасибо большое александре что она такую атмосферу нам создала показала большую большую помощь если что то такое были какие-то недоделки поэтому я с удовольствием смотрю на свою картину радость большое вам спасибо за идею за исполнение большое спасибо александрю а как состояние состояние очень хорошее сегодня мы писали закат над рекой прекрасный сюжет много ярких цветов красок было интересно было на чем поработать необыкновенно живописное небо вода настроение прекрасные участников замечательные картины получились картины совершенно несложные такое творчески приятное состояние время прилетело незаметно все очень здорово пишите с нами такие шедевры всё carried out и говоря ぉ мы есть на